Студинские морозы худко отступят, заявляют айчинные синоптики. По кольже в регионе держатся минусовые температуры, а зводки служб экстренных выгляков продолжают пополняться трагичными фактами. Опошний огненный инцидент отзначен в Мостовском районе у вёсцы Чарлёнка. Тут у огня загинул мужчина. Вортовальников выкликала суседка, которая почула треск за окном и вышла на подворок. 54-годового господа нашли без притомности под завалами хаты. Однолесковцы рассказали, что напереды дни вечером мужчину бачили пьяным. До слова пожарным пришлось оборонять соседние жилые домы от распаусюдживания огню. По коль тримаются мразы, служба 101 продолжает узмоцененную варту и нагадывая промеры перестяроги подчас эксплуатации обагровальных систем и печел. По статистике, каждый пятый пожар у Хродинской области отбывается запрошение правилов корыстания печами. В первую очередь возгорание происходит в тех домах, где не очищены дымоходы от сажи, где имеются сквозные трещины в стенках печей, отсутствуют притопочные листы. Также при низких температурах не следует перекаливать печи. Топить их нужно 2-3 раза в день за короткие промежутки времени. Не следует высыпать залу на расстояние ближе 15 метров от построек. Также нельзя складировать различные горючие материалы на лежанках либо около печей.